Ваше превосходительство, президент Баси Рудио Майфай. Ваше превосходительство, президент Мохаммед Ульд-Шейхаль Газуани, председатель Африканского Союза. Ваше превосходительство, главы государств и правительств и руководители делегаций. Ваше превосходительство, господин Антонио Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Ваше превосходительство, господин Муса Факи Мохаммед, председатель Комиссии Африканского Союза. Друзья и уважаемые гости. Весна красна цветами, а осень плодами. Богатый урожай – это награда за упорный труд. В этот сезон сбора урожая я рад собраться вместе со многими старыми и новыми друзьями в Пекине, чтобы обсудить грандиозные планы китайско-африканской дружбы и сотрудничества в новую эпоху. От имени правительства и народа Китая я сердечно приветствую всех вас. Дружба между Китаем и Африкой выходит за рамки времени и пространства, преодолевает горы и океаны и передается из поколения в поколение. Создание в 2000 году форума китайско-африканского сотрудничества стало важной вехой в истории китайско-африканских отношений. Последние 24 года, особенно в новую эпоху, Китай продвигался вперед рука об руку с нашими африканскими братьями и сестрами в духе искренности, реальных результатов, дружелюбия и доброй воли. Мы стоим плечом к плечу, чтобы твердо защищать наши законные права и интересы в условиях, не виданных за столетия перемен, охватывающих весь мир. Вместе мы становимся сильнее и устойчивее, двигаясь на волне экономической глобализации и принося ощутимые выгоды миллиардам простых китайцев и африканцев. Мы разделяем радость и горе, вместе борясь со стихийными бедствиями и эпидемиями, создавая трогательные истории китайско-африканской дружбы. Мы всегда сопереживаем друг другу и оказываем поддержку, подавая яркий пример нового типа международных отношений. Благодаря почти 70-летним неустанным усилиям обеих сторон, китайско-африканские отношения сейчас переживают наилучший период своей истории. Думая об их дальнейшем росте, я предлагаю поднять двусторонние связи между Китаем и всеми африканскими странами, установившими SkyNR дипломатические отношения, до уровня стратегических отношений. А также повысить общий статус китайско-африканских отношений, до уровня всепогодного китайско-африканского сообщества единой судьбы в новую эпоху. Друзья и почетные гости! Модернизация является неотъемлемым правом всех стран, но западный подход к ней причинил огромные страдания развивающимся странам. После окончания Второй мировой войны, страны Третьего мира, представленные Китаем и странами Африки, одна за другой добились независимости и развития, и стремились исправить историческую несправедливость процесса модернизации. В преддверии празднования 75-летней годовщины Китайской Народной Республики мы делаем все возможное, чтобы построить великую современную социалистическую страну во всех отношениях и добиться национального возрождения путем китайской модернизации. Африка также пробуждается вновь, и континент уверенными шагами движется к целям модернизации, изложенным в повестке дня Африканского Союза на период до 2063 года. Совместное стремление Китая и Африки к модернизации поднимет волну модернизации на всем глобальном юге и впишет новую страницу в летопись формирования сообщества единой судьбы человечества. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы должны сообща продвигать справедливую модернизацию. Продвигая модернизацию, мы должны не только следовать общим правилам, но и действовать в свете наших национальных реалий. Китай готов расширять обмен опытом в области управления с Африкой, поддерживать все страны в поиске путей модернизации, соответствующих их национальным условиям, и содействовать обеспечению равных прав и возможностей для всех стран. Мы должны сообща продвигать модернизацию, которая будет открытой и взаимовыгодной. Взаимовыгодное сотрудничество – это прямой путь к достижению долгосрочных и фундаментальных интересов всех стран. Китай готов расширять сотрудничество с Африкой в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре, торговле и инвестициях, продвигать образцовые, высококачественные проекты сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и совместно создавать модель для реализации глобальной инициативы в области развития. Мы должны сообща продвигать модернизацию, при которой интересы людей находятся на первом месте. Конечной целью модернизации является свободное и всестороннее развитие человека. Китай будет активно сотрудничать с Африкой в содействии подготовки кадров, сокращению бедности, повышению чувства благополучия, счастья и безопасности у людей в ходе модернизации и обеспечению того, чтобы от этого процесса выиграли все. Мы должны сообща продвигать модернизацию, основанную на разнообразии и инклюзивности. Высокой целью модернизации является сбалансированное материальное и духовное развитие. Китай будет укреплять межличностные и культурные обмены с Африкой, отстаивать на нашем пути к модернизации взаимное уважение, инклюзивность и сосуществование различных культур и совместно стремиться к достижению более плодотворных результатов в рамках глобальной цивилизационной инициативы. Мы должны сообща продвигать экологичную модернизацию. «Зеленое развитие» является отличительной чертой модернизации в новую эпоху. Китай готов помочь Африке создать двигатели «зеленого роста», сократить разрыв в доступности энергоисточников, придерживаться принципа общей, но дифференцированной ответственности и совместно добиваться глобального перехода к экологичному и низкоуглеродному развитию. Мы должны сообща продвигать модернизацию, основанную на мире и безопасности. Модернизация была бы невозможна без мирных и стабильных условий для развития. Китай готов помочь Африке повысить ее способность самостоятельно обеспечивать мир и стабильность, уделять приоритетное внимание Африке в реализации глобальной инициативы в области безопасности, содействовать взаимному укреплению высококачественного развития и большей безопасности и сотрудничать с Африкой в поддержании мира и стабильности во всем мире. Дорогие друзья, уважаемые гости, на долю Китая и Африки приходится треть населения земного шара. Без нашей модернизации не будет и глобальной модернизации. Ближайшие три года Китай будет сотрудничать с Африкой в осуществлении следующих десяти партнерских действий по модернизации, чтобы углубить китайско-африканское сотрудничество и возглавить глобальную модернизацию Юга. Во-первых, это партнерские действия по взаимному обучению. Китай готов сотрудничать с Африкой в создании платформы для обмена опытом в области управления. Китайско-африканская сети знаний в целях развития и 25 центров по изучению Китая и Африки. Мы будем более эффективно использовать Африканские академии лидерства для воспитания талантов в области управления и пригласим тысячу представителей африканских политических партий в Китай для углубления обмена опытом в области партийного и государственного управления. Во-вторых, программа партнерства для процветания торговли. Китай добровольно и в одностороннем порядке откроет доступ на свой рынок в еще больших масштабах. Мы решили предоставить всем наименее развитым странам, имеющим дипломатические отношения с Китаем, включая 33 страны Африки, режим нулевых тарифов. Это сделало Китай первой крупной развивающейся державой и первой крупной экономикой, решившейся на такой шаг. Это поможет превратить большой рынок Китая в большие возможности для Африки. Китай расширит доступ на рынки для африканской сельскохозяйственной продукции, углубит сотрудничество с Африкой в области электронной торговли и других областях, а также запустит китайско-африканскую программу повышения качества. Мы готовы заключить рамочные соглашения об экономическом партнерстве для совместного развития с африканскими странами, чтобы обеспечить долгосрочное, стабильное и предсказуемое сотрудничество, институциональные гарантии для торговли и инвестиций между двумя сторонами. В-третьих, это партнерские действия по сотрудничеству в сфере производственных цепочек. Китай будет способствовать развитию кластеров промышленного сотрудничества с Африкой, продвигать пилотную зону для расширенного китайско-африканского экономического и торгового сотрудничества и запустит программу расширения возможностей африканских малых и средних предприятий. Мы создадим центр сотрудничества в области цифровых технологий в Африке и инициируем 20 демонстрационных цифровых проектов, чтобы совместно использовать новейшие технологии. Это будет новый виток технологической революции и промышленной трансформации. В-четвертых, партнерские действия по обеспечению взаимосвязанности. Китай готов реализовать 30 проектов по обеспечению взаимосвязанности инфраструктуры в Африке. Совместно продвигать высококачественное сотрудничество в рамках пояса и пути и создать сеть Китай-Африка, включающую сухопутные и морские маршруты. Мы готовы оказать содействие в развитии африканской континентальной зоны свободной торговли и углубить логистическое и финансовое сотрудничество в интересах трансрегионального развития Африки. Пятое, партнерские действия по сотрудничеству в целях развития. Китай готов опубликовать совместное заявление об углублении сотрудничества с Африкой в рамках глобальной инициативы в области развития и реализовать тысячам малых, но значимых проектов по обеспечению средств к существованию. Мы пополним партнерский фонд группы Китая и Всемирного банка для содействия развитию Африки. Мы поддерживаем Африку в проведении юношеских олимпийских игр 2026 года и Кубка африканских наций 2027 года. Мы будем работать вместе с Африкой, чтобы принести больше пользы народам двух сторон в области развития. В-шестых, партнерские действия в области здравоохранения. Китай готов создать с Африкой альянс клиник и совместные медицинские центры. Мы направим в Африку 2000 медицинских работников, запустим 20 программ по созданию медицинских учреждений и лечению малярии. Мы будем поощрять китайские компании, инвестировать в фармацевтическое производство в Африке и продолжать делать все возможное, чтобы помочь в борьбе с эпидемиями. Мы поддерживаем развитие африканских центров по контролю и профилактике заболеваний для укрепления потенциала общественного здравоохранения во всех африканских странах. В-седьмых, партнерские действия в сельском хозяйстве и содействие в обеспечении средств к существованию. Китай предоставит Африке чрезвычайную продовольственную помощь в размере одного миллиарда юаней. Построит в Африке сто тысяч му, это около шести тысяч шестьсот семидесяти гектаров демонстрационных площадей для стандартизированного введения сельского хозяйства. Направит пятьсот экспертов по сельскому хозяйству и создаст китайско-африканский альянс по инновациям в области сельскохозяйственной науки и техники. Мы реализуем пятьсот программ в Африке, направленных на повышение благосостояния общества. Мы также будем поощрять двусторонние инвестиции китайских и африканских компаний в новые бизнес-операции, что позволит Африке сохранить добавленную стоимость и создаст по меньшей мере миллион новых рабочих мест. Восьмых, партнерские действия в социальных обменах. Китай будет более решительно реализовывать совместно с Африкой план сотрудничества в области профессионального образования будущей Африки. Создаст инженерно-технологическую академию и построит десять мастерских Лубань. Мы предоставим возможности для обучения более чем шестидесяти тысяч человек из Африки, в основном для женщин и молодежи. Запустим совместную культурную программу «Шелковый путь», а также инициативу сотрудничества в области инноваций в телерадио и аудиовизуальных программах. обе стороны договорились объявить 2026 год годом китайско-африканских обменов. В девятых, партнерские действия в области зеленого развития. Китай готов запустить в Африке 30 проектов в области экологически чистой энергетики, внедрить системы раннего метеорологического предупреждения и осуществлять сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий, смягчения их последствий и оказания чрезвычайной помощи, а также сохранения биоразнообразия. Мы создадим китайско-африканский форум по мирному использованию ядерных технологий, создадим 30 совместных лабораторий и будем сотрудничать в области спутникового дистанционного зондирования, исследования Луны и дальнего космоса. Все это призвано способствовать экологичному развитию Африки. В десятых, партнерские действия в интересах общей безопасности. Китай готов наладить с Африкой партнерство для реализации глобальной инициативы в области безопасности и сделать его прекрасным примером сотрудничества в рамках этой инициативы. Мы предоставим Африке гранты на военную помощь в размере 1 миллиарда юаней, обеспечим подготовку 6 тысяч военнослужащих и тысячи полицейских и сотрудников правоохранительных органов из Африки и пригласим 500 молодых африканских военнослужащих посетить Китай. Обе стороны будут проводить совместные военные учения, тренировки и патрулирования, способствовать разминированию территорий и совместно обеспечивать безопасность персонала и проектов. Для реализации 10 партнерских мероприятий правительство Китая предоставит финансовую поддержку в размере 360 миллиардов юаней в течение следующих трех лет. Это включает кредитную линию на сумму 210 миллиардов юаней помощь в различных формах на сумму 80 миллиардов юаней и инвестиции китайских компаний в Африку на сумму не менее 70 миллиардов юаней. Кроме того, Китай будет поощрять и поддерживать Африку в выпуске специальных панда облигаций в Китае для укрепления нашего сотрудничества ориентированного ориентированного на результат во всех сферах. Друзья и уважаемые это приведет это приведет модернизация и ни одна и напишем новую великолепную главу развития в истории человечества. Давайте возьмемся за руки, чтобы обеспечить светлое будущее мира, безопасности, процветания и прогресса для нашего мира. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok